Где я? Это место, кажется, мне знакомо. Это место битвы с Тейлсдоллом. Ты чё, у тебя амнезия, что ли, чувак? Просыпайся давай. Хорай бухать уже. Я понял, Новый год и всё такое, но не до такой же степени нажираться. Соникушку. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт и добро пожаловать в первое видео на нашем канале в 2018 году. И вот что может быть более праздничное и новогоднее, правда ведь, чем русский Соник Экзе, который снова вернулся, чтобы убивать? Почему бы и нет? Dark Sonic эпизод 2. Dark Sonic эпизод 1, я напоминаю, на моём канале уже был пройден. Там этот упоротый Соник Экзе давал просраться всем, кому только можно и нельзя. Ссылка на последнюю серию с хорошей концовкой, там где всё прямо полностью хорошо пройдено от начала до конца. Прямо сейчас, прямо в верхнем углу, в подсказках для тех, кто забыл или не видел, а мы продолжаем здесь. Значит, я так подозреваю, что тут концепция геймплея будет примерно такой же. Наверняка будет несколько концовок, несколько путей прохождения, но я по традиции, во-первых, потому что это всё равно надо сделать, а во-вторых, потому что я, ну, бас и по-другому, скорее всего, не смогу, буду сейчас получать плохую концовку, то есть я всё сделаю максимально неправильно. Все, кто можно, у меня помрут, все, кто нельзя, у меня тоже помрут, вообще все помрут. Один только злодей Соник Экзе, наверное, останется жив. Не знаю, не знаю, что меня ждёт, наверное, меня, я так подозреваю, ждёт, ну, я подозреваю, что продолжение, продолжение Соника Экзе, Дарк Эпизод, первый Дарк Соник, потому что там, напоминаю, в конце с Соником случилась беда, я не буду точно уточнять, какая, и, ну, в общем, наверное, с этого момента продолжим. Я не знаю, это моё предположение. А, да, так оно и есть, смотрите, вот мы здесь снова подключиться. А, нет, спасибо, не надо. Так, здравствуй. Хм, пожалуйста, назови своё имя. Ну что ж, давайте, хорошо, мы никуда не торопимся. Я прям его, знаете, я его прям напишу, да хотя какая разница, как я его напишу, на самом деле. Ну, для красоты, для красоты пусть будет написано прям вот, прям вот как у меня на канале. В демо нет анимации, поэтому все действия будут в звёздочках. Приятной игры. Окей, хорошо, все какие-то действия, а, хотя бы, ну, какие-то картинки есть, помимо чёрного экрана, я вот очень надеюсь. Глава первая. Друг из тьмы. Слава богу, картинки есть. Итак, что? Что произошло? Где я? Надо осмотреться. Так, смотрите, тут это демо-версия, поэтому, я так понимаю, здесь нету озвучки. Той самой божественной, шикарной озвучки, которая была в первом эпизоде. Фух, ничего нет. А? А, подождите, это же обычный Соник, он в принципе не озвученный. Нет, наверное, озвучка есть, или как? Что происходит? О, боже мой. Соник? Эми? Хрим. Не стоит её сейчас тревожить. Не, озвучки всё-таки нет. Так, а вот только кренделя, подождите, да. Как много, как много народу-то на экране, я прям охреневаю. Думаю, ты прав. Я умер? Но как? Да что это, что это мигает? Какой, какой гондон выключает свет постоянно на кровавый красный? Чёрт, опять? Эх, что же делать? Ну, слушайте, ну это жутко, похороны Соника, блин, на такое, смотри. Почему ты грустишь? Кто ты? Моё имя Тейлс Долл. Меня зовут Эми. Рад знакомству, так почему ты грустишь? Это вообще-то мудила, как бы. Чё ты с ним разговариваешь, Эми? Эми, не разговаривай с ним! Это, это демон! Это дьявол во плоти! У тебя кто-то умер? Да, мой любимый ёж. Не без него так плохо. Эх, читает надпись на плите. Соник, знакомое имя. Ты знаешь его? Слышал о нём пару раз, но не думал, что он уже умер. Это случилось пару дней назад. Он отправился на базу Эггмана, потому что Эггман снова украл изумруды хаоса. Но в этот раз Соник проиграл. Из-за нового робота он оказался слишком сильным из-за изумрудов хаоса, с помощью которых он был сделан. Я помогу тебе. Поможешь? Ну чем? Приходи сюда ночью. Я всё объясню. О, Тейлс Долл! Ну, Тейлс Долл, слушай, ну ты прям вообще... Прямо не исходя с могилы её бывшей любви, скажем так, да? Прямо вот так. Прямо так вот ценишь. Приходи, говорит, сюда ночью. Да, Эми, приходи ночью и возьми... Я не знаю... Большую шипастую дилду и хорошенько ему там проверить. Хорошо. Что? Здесь только что ничего не было. Мне не нравится это место всё больше и больше. А чё это за разломы? Куда нам конкретно надо идти? Только не говорите мне, что мы прям начинаем со сраного лабиринта. Ну, пожалуйста, ну я прошу вас. Разломы какие-то. Да, смотрите. Мы находимся посреди белой дресни. И на ней есть вкрапление чёрной дресни. Это прекрасно. Это очаровательная локация. Я так подозреваю, что он по ту сторону. Он, знаете, он как... Ну, не знаю. Он как на том свете. Ну, или, может, как тот пацан в сериале Очень странные дела. Я даже не знаю. То есть параллельная вселенная. Что-то в этом роде. И получается, что вот эти чёрные все... Какие-то прямоугольники, треугольники, квадраты, хренаты и прочие говнораты. Это всё, как бы, получается равнины, дублирующие, да, вот по своей форме, наверное, горы и пригорки реального мира. В котором сейчас стоит могила Соника Экзе. Я понимаю это именно так. Я только одно не понимаю. Куда мне идти-то, блин, среди всего этого говна? Вообще не понимаю. Смотрите. Вы знаете, мы вот столько ходим тут. Мне кажется, что скоро наш Соник от злости вот реально станет Соником Экзе. Вот, наверное, так Соником Экзе и становится, да, понимаете? Когда вы ходите среди какой-то белой непонятной санины и не понимаете, куда идти. Вот прям глаза кровью наливаются. Хочется убивать, потрошить животных. Я вот прям убедён. Вот это Соник Экзе начало у нас будет. Начало нового Соника Экзешного цикла. Мы всё бегаем. Мы всё бегаем. Мы всё нихрена на самом деле не понимаем, что нам делать, как нам делать. Может надо... Ааа, туда может... Блин, ну давай попрятать. Я-то откуда знал, куда? А здесь жутко. Ладно. Другого выбора у меня нет. Придётся идти вперёд. Какого чёрта? Я не могу быстро бегать. Просто прекрасно. И что делать? Это боевой топор? Конечно, странно и необычный для меня. Но, пожалуй, я использую его для защиты. Обучение. Чтобы открыть меню инвентаря, нажмите Н, отдать. Далее возьмите нужный оружийный навык. Кнопка С позволяет отдать приказ союзникам напасть на врага. Не путайте её с кнопкой атаки. Кнопка М позволяет изменить строй. Также можно выбрать, что будут использовать союзники во время битвы. Господи Иисусе. Ну давай мы вот это вот снаряжено. Да, вот это снаряжено. Теперь назад переходим. Какие у нас есть навыки? Никаких навыков. Короче, у нас есть топор и С, да? О, хорошо! Вот сейчас, вот сейчас поразвлекаемся. Так, во-первых, давайте мы будем сохраняться, наверное, периодически. Уж не знаю, куда я там запрыгнул. Правильно, неправильно. Но я думаю, не повредит. Так, смотрите. Вот эту вот собаку надо хорошенечко умирает. Всё. Я не знаю. Это, конечно, не собака, наверное. Это крыса. Это крыса такая зелёная, здоровая. Это Бон-Бон! Привет, Бон-Бон! Бон-Бон, помните Бон-Бон? Ставьте лайк, если помните Бон-Бон. Ребята, да, вот так вот. Вот так вот Декарт начал, короче, клянчить. Клянчить лайки. Не, ну, серьёзно. Бон можете, конечно, не ставить, но Бон-Бона вспомните, пожалуйста. В комментариях хоть напишите, если вы его помните. Ну, потому что, блин, ну Бон-Бон, это же твою мать. Ну, это же капсдец. Это же крутой был. Это был культовый, культовый крысёныш прям. Вы знаете, самый культовый крысёныш из всех крысёнышей. Вот эти вот крысёныши, и всякие там учители спринтера, и прочие, и Рэми из Рататуя, они все отдыхают по своим Бон-Боном. Я куда вообще пришёл? Я куда вообще нахрен пришёл с этим своим топором сраным? Давайте, наверное, пробовать обратно. Тут можно обратно? А, кстати, может быть, я могу вообще в любом месте прыгнуть, нет? Нет, это далеко, ребята, не так. Я чё-то... Я чё-то ничего не понимаю. Я пришёл, я взял топор. Я перехреначил кучу у левого народу какого-то крысиного. И я ничего не могу сделать, да? З, я нажимаю, энтер, нажимаю. Но как-то нет, оно, знаете... Вот-вот сюда, вот разве что. Вот-вот сюда куда-то будет. А-а-а! Вон оно как! Получается, надо было просто идти до упор. Да, всё, помри. А как-то лечиться можно мне? Мне как бы хотелось бы, на самом деле. Я вот думаю, может быть, вот это ещё надо взять, да? Давай. О, слабое зелье, смотрите. Давайте мы попробуем его... Не-не-не, стоп. Это я не то что-то нажал на это. Оружие, предмет. Вот, предмет, смотрите. В основном 50 HP. Слот D. Ну, хорошо, давай. Нет, вы знаете, мы не так просто. Я наехать. Ну, хорошо, слот D, всё. Выберите... Ну, Соник, конечно. О, зашибись. Выпили. Смотрите, выпили нормально. Так, давайте, наверное, мимо крыс пробежим. Не будем с ними... Зачем с ними? Или... А, нет, наверное, с ними надо сражаться, вы знаете. Если не сражаться с крысами, ребята, то мы не будем прокачиваться. Я так думаю. Мрачная... Мрачная крыса, ребята, называется. Мрачная прям вообще невесёлая абсолютно... О, блин, сейчас убьют. Сейчас убьют! А! Да... А, разворачивай! Всё, 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 всё. У-у-у. Я, наверное, надо сохраниться, слушайте. Сейчас реально грохнут и всё на этом. Так. Хорошо. Мрачная... Ой, тихо. Мрачная крыса, ребята. Мрачная крыса меня заражает своим мрачным депрессивным настроением, по-видимому. Где ещё? Ещё зелье мне дайте. Дайте мне ещё зелье. А вы знаете, может быть, какая тема? Может быть, такая тема, что зелье выпадает только из врагов, да? Ну, хорошо, ладно, я понял. Игра закончилась, но это не беда, это не потеря, потому что мы же сохранились, да? У нас, правда, здоровье говно. Нет, я не знаю, как я буду справляться. Ну, сейчас попробую. Да, повернись! Давай мрачную крысу хорошенько. Всё. Задрачили, беднягу, крысу мрачную. Может, куда дальше надо? Так-так-так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, поджаривают. Пукан поджаривают, мой сониковский. Это печально. Куда надо? О, вот, смотрите, куда-то прибыл. Так. Окей. Надеюсь, эта штука поможет мне. Я тоже. Где я? Это место, кажется, мне знакомо. Это место битвы с Тейлсдолом. Ты чё, у тебя амнезия, что ли, чувак? Просыпайся давай. Хорай бухать уже. Я пойму, Новый год и всё такое, но не до такой же степени нажираться. Соникушка. Что там? Так, ну что там? Ну, давай смотреть, что там сейчас. Там кокаиновая дымка. Я не знаю, мне опять на неё прыгать. Это в прошлый раз плохо закончилось. Я в лабиринт попал. Ну, ладно, давайте. Опять лабиринт сейчас будет. Что это за гоньки? Очень странно. Не, ну чё, мы на полном серьёзе сейчас. Нет. Нет! Да нет же! Да Соник, нет же! А, вы знаете, что, наверное, мы сейчас сделаем? Я, в принципе, сейчас быстро, наверное, побегу, куда мне надо. Мы сейчас... Твою ты мать! Мы сейчас побежим, короче, ребята. Я попробую, по крайней мере, добежать. До того места... Не, не сюда. До того места, где меня Тейлс Дол хорошенечко долбанул. Я, в принципе, помню, как туда дойти, кажется. Вот сюда вот, по-моему... Закрыто уже. Вот сюда теперь, да? Вот здесь вот, смотрите, раньше Тейлс Дол атаковал. Вот так ты назад шёл, он сразу на тебя нападал и всё. А сейчас, наверное, сюда и надо. Наверное, сейчас сюда и надо. А может... А может быть и нет. Что это говорит за... Так, это уже что-то хорошее. Что это было? Мне кажется, или этот коридор бесконечный. Что? Куда? Какого? Я опять тут. Время подходящее. Пора начинать. Пора начинать моего Тейлс Доловского дружка расчехлять. Да нет, это ты... Это ты, погоди. Я ещё горюю. Я ещё горюю по моему ёжику. Нет, ты, конечно... Я ими, конечно, девочка такая, знаешь, открытая. А ты такой... Парень, ты симпатичный. Ну, не настолько же. Ну, не настолько же. Ну, мы же на могиле на его стоим. Бесты же, твоя рожа. Фух. Ты уверен, что это поможет? Ну, если ты всё сделаешь правильно, то я уверен. Боже, он как будто бы говорит такие фразы, чтобы... Вот, чтобы подкреплять мою веру в то, что я предполагаю. Вот серьёзно. Читает заклинания из книг. Мать твою! Он нехилая такая книга, слушайте. Книга прям очень хорошая. Проверяет, бьётся ли сердце. Он жив? Ээ... Да. Его сердце бьётся. Видишь? Я не обманул. Спасибо тебе. Обняла Долла. Поцеловала Долла в щёку. Оу. Обнял её. Да хватит уже, ребят! Слава богу. Поможешь мне? Я уж думал, сейчас по полной программе пойдёт. Отнести его в дом. Ха-ха-хорошо. Так, вот слушайте, он так... Он-то хороший, получается, у нас. Тейлс Долл у нас похорошел. Похорошел-то так, похорошел-то так. Ладно. Ну, в том смысле, что он... Его моральные качества раньше оставляли желать лучшего, а сейчас вроде так неплохо. Надо зайти к Сонику, посмотреть, как он там. Автор. Внутри дома могут выглядеть не очень... А, внутри дома могут выглядеть не очень. Я не особо старался их делать. В будущих версиях постараюсь сделать лучше. Ну, демо-версия. Все-всё прекрасно понимают, да. Хорошо. Значит. Привет. Привет! Привет, Эмми. Привет, Блейз. Можешь помочь мне? Передай это Мине. Она забыла это у меня, а я всё забываю вернуть. Передашь? Хорошо. Спасибо. А, это... Мина! Мина, ты где? Кто здесь Мина? Я откуда знаю? Кому передай-то? Ты Мина? Ты вроде не Мина. Эй, Эмми, ты можешь мне помочь? Могу. Это хорошо. Недавно я видел сломанного бадника в лесу. Можешь сходить проверить? Я проверю. Слушайте, мы тут квестов нахватали. Давайте, наверное, сохраняться-то по такому поводу. Я даже не знаю. Так, значит... Опа. Что-то тут какие-то проседания FPS сейчас были. Ну, потому что мы понимаем с вами прекрасно. Игра требовательна, да. Игра очень такая мощная. Какой-нибудь... Watch Dogs 2 отдыхает просто по системным требованиям. Поэтому... Тут пока ничего нет. А, окей. Автор, автор так... Беспалевно нам высказывает. Это что? Здесь я, кстати, не буду. Я реально... О! Tails Doll. Ты как уже? Обживаешься у меня в доме? Привет. Привет, спасибо за помощь. Был рад помочь. Что-нибудь нужно? Пока нет. Ну, слушайте. Это даже... Это даже ты... Удивляешь ты меня, Tails Doll. Оно мне пока не нужно. Ну, да. Это вечером, когда Tails Doll купит свечи, расставит их здесь. Тогда мы наденем это платье. А сейчас еще рано. Окей. Короче, нам надо бадника сломанного, да. И еще какую-то телку найти и что-то ей там отдать. Если я ничего не путаю, да. Ну, давайте. Я не знаю, смогу ли я сейчас сразу выполнить все эти дополнительные квесты. Может, я и никого не найду. И не найду никакого ни бадника, ни херадника, никого. А по факту просто пробегусь и... И приду, наверное, к финалу... К финалу основного квеста. Который... Который заключается, кстати, в чем? Мне пока, говорит, туда не нужно. А вы знаете, у меня есть такое подозрение, что здесь вообще разделения на концовки-то и нет. Тут просто по ходу история идет. Ну, потому что, смотрите, у нас, по сути, никто, ну, не умирает. То есть нету такого, что, знаете, выбор. Как Tails там, он умрет, не умрет. Или вот. Потому что я точно помню, что он мог умереть в первом эпизоде Dark Souls. Ох, это что? Так, так, так. Обнаружено усиление. Улучшить атаку. Ну, давай улучшим атаку. Привез 5 к атаке. Усиление можно встретить в разных уголках этого мира. Иногда они очень хорошо спрятаны. И чтобы заполучить их, вам придется хорошенько подумать. Вы можете улучшить вашего героя, добавить здоровье, маны, повысить атаку, защиту. Любым кристаллом можно воспользоваться единожды. И получить можно только одно из двух предложенных усилений. Ну, я понял, то есть есть разные разновидности кристаллов, получается, различные. И попарно они разбиты. Один кристалл за два таких усиления отвечает, другой кристалл за два таких. Я понял, хорошо, это мы все учтем. Так вот, о чем я там говорил. В первом эпизоде Dark Sonic'а Тейл смог погибнуть, Накл смог погибнуть. А могли выжить? Тут такого нет. Тут у нас Соник сразу выживает, хотя мы ничего особенного не делаем. То есть здесь просто идет последовательный рассказ какой-то истории. Ух ты. Можно еще что-то тут найти там. Усиление какое-нибудь под кустом. Под кустом усиление найти нельзя, нет? О, здорово. Так. Привет, Эми. Привет, Крим, что делаешь? Гуляю. Откуда идешь ты? Собираюсь сходить проверить Соника. Хорошо. Что, хорошо? Со мной пошли, хорошо. Ты помогать собираешься? Нет, Соника собираюсь проверить. Опа. Так, смотрите, в какой-то дом зашли. Вот тут, наверное, Соник. Кто это? Ты кто? Привет, Эми. Привет, Мина. Что делаешь? Все, пытаюсь из дома магазин платьев, всяких ценных и магических вещей сделать. Понятно. Может быть, хочешь что-нибудь купить? Смотрите, отдать амулет. Меня Блейз попросила передать тебе это. Ой, я уже все обыскала в доме, не могла бы найти. Спасибо тебе, вот возьми это. Так, а что она? Она мне тоже амулет. Я и амулет, и она мне амулет. Это как-то странно немного. Ну, это самое. Давайте, может, еще тогда. Хочешь что-нибудь купить? Экипировка вещи отмена. Так, хорошо. Пока что отмена. Вот так вот. Мине мы уже что-то отдали. Теперь надо Бадника найти сломанного, да? Где-то тут сломанный Бадник. Бадник, Бадник, Бадничек. Бадничек ты мой. Баднюшечка моя, роднулька. А наверх вот туда вот идти, да? Вот тоже, смотрите. Вот тут, наверное, не был. Ты кто? Хороший сегодня денек. Очень. Обосраться. Очень хороший денек. На меня сразу взвалили кучу поручений. А, здесь я был, да. Ты уже проверил у того Бадника, еще нет. Что же я тогда буду ждать? Ну, слушайте, давайте тогда мы на этом пока и остановимся. В принципе, мы уже воскресили Соника. Я считаю, это довольно неплохое, знаете, такое, что называется, завершение нашего рабочего дня. Нашего Эммиевского. Мы же за Эмми играем. Я их путаю все. Ну-ка, ты уже проверил. А, не написано, короче. А, ну, наверное, написано вот здесь вот, да? Сохранить. Слот 4. Сохранить Гринхилл. Эмми, да. Я не ошибся. Так вот. Наша Эмми уже неплохо потрудилась. Соника уже воскресили. А значит, что пока, в принципе, можно сделать перерыв. И продолжить потом его проведывать. И всячески с ним весело там, не знаю, на какие-то... Какие-то приключения пускаться. А пока на этом все. Если понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, жмите поделиться. Рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи. Всем пока.